Привет, дорогие друзья! Вы знаете пока, что по каналам Петра Алексеевича Порошенко идут новости одна другой краше, то есть он сегодня спортзал открывал, серьезно говорю, спортзал открывал. Я жду, когда они уже начнут сообщать, там, Петр Алексеевич Порошенко сегодня покакал всего один раз, потому что он был очень сильно занят, он работал, он работал ради тебя, и поэтому мало покушал сегодня, ну вот что-то типа такое. Меня поразила другая штука, он поставил у себя на стене на Facebook, ну то есть те, кто ведут его страницу. Уже они абсолютно не заморачиваются, и они поставили трансляцию телеканала прямой. Петр Алексеевич, так объявись уже, объявись, скажи, да, телеканал прямый, это мой телеканал, плачу я этим всем собакам пропагандистским, ворованными у народа деньгами, объявись, ну че ты? Президенту нашему Петру Алексеевичу, родине Порошенки. Ой, икнулось, икнулось детям Порошенко, которые в Лондоне сдобывают освиту. Кстати, он там сегодня со студентами типа встречался и говорил, что я верю в украинское образование. Вот лучше бы про образование помалкивал, серьезно. Все дети учатся в Британии. Впрочем, у них все дети, и у Гройсмана дочь там учатся. Да и правильно, и правильно. Ну че, здесь только рубить бабло можно, это же как шахта. В шахте ж ты не будешь там учиться, к примеру, да? Шахты надо баблишко добывать, чук-чук-чук, выкачивать, вытаскивать на воздух. Короче, но видите, вот тут вот людям нравится, вот, не могу ничего сказать, плачу, плачу. Дай Боже здоровья, пан президент, и выдержать этот тернистый путь к световому, что? А, светлому, светлому будущему. Да-да-да, светлое будущее. Не забаром светлое будущее. Приготовьтесь, друзья мои. А я пока что вам покажу, что он исполняет на встречах. Потому что сегодня состояла встреча, в очередной раз, со студентами. Я это что вообще поставил? Мне понравилась манера исполнения, серьезно. Ну, это, кстати, один из вариантов гимна, но как проникновенно все-таки человек его поет. Вы заметите, они же концовку вот это вот, у-у-у, вот это вот делают. Как все стали просто певцами, знаете? Пивуны, да? Где-то я читал про пивунов. Ага, это я уже где-то, конечно же, слышал. Да и вы слышали уже. Четыре с половиной роки, я вас запевняю, тому, пять роков тому, я вас запевняю, что цей зал так бы гимн не выполнил. А я багато був и на сценах, и на передку, на линии зиткнення, але я никогда не відчував таких эмоций. На стольких сценах бувал, как стареющая дива просто рассказывает, знаете. А на передке, на каком передке ты бувал? У Байдена на передке? Он тебя крутил или? И когда на площади стояло 35 тысяч людей, 10 годин. Было достаточно зимно. Вот это цинизм, я считаю, высшей пробы. Он же отлично знает, что их свезли. Он же отлично знает, что это бюджетники. Он прекрасно знает, что эти люди мерзли там, и хрен его знает, сколько из них заболело. А может быть, кто-то и ноги протянул после этого всего обморожения, да? Он же знает, что они не могли уйти. Их грело надія на православную церкву. А грело их указание начальства, что они там должны быть. Петр Алексеевич. Но я первый раз видел, когда стоят тысячи и тысячи людей, и левая часть из них плачет. Так там потом вся площадь обледенела от стольких слез. Более того, они сами уже в столбы превратились. Обрыданные. Вот зачем вот это выдумывать? Да, мы видели двух невменяшек, которые рыдали. Да и какие-то бабки. Сильно вошли в роль. Но сказать, что тысячи людей плакали... Бо самая молодь, я на этом и наголошу, самая студентство дало поштовх революции и гидности. Ой, буду вам напоминать сейчас. Вы уже поняли, да? Пять лет назад, ровно пять лет назад, самая студентская молодь стала той ручейной силой. И ровно пять лет назад, в дни 2013 года, кто первый вышел на Майдан? Политики, громадские действия, дипломаты, студенты. Так само, как нам сейчас говорят, что вступ до НАТО является неможенным, так само нам говорили три года назад, чтобы в условиях миграционной кризи это будет самогубство для каждого руководителя Европейской государства дать украинцам безвиз. Потом, сидячи в Верховной Раде, мне говорили, пане президент, ну что вы нас обдурюете? Ну никто и никогда нам не дать безвиз. Никто и никогда. Бо криза в Европейском Союзе связана саме с кризой беженцев. На встрече с президентом, окремые руководители фракции мне сказали, пане президенте, ну не вишайте нам лакшину на вухах, мы же без камер. Ну не будет никогда безвиза. Бо европейские политики, они очень прагматичны. И когда в среде страны они борются с беженцами, никто украинцам безвиз не даст. А тут как раз решил поделиться с вами секретом. Это сегодня. И сейчас еще раз раскрою таймницу. Когда я переконывал лидеров парламентской фракции, чтобы эти законопроекты были приняты, он сказал, ну пана президент, ну что, ну я прошу, ну не вишайте нам лакшину, никто нам его не даст. И поэтому и принимать эти реформы не нужно. Мы приняли. Ну а теперь можно, знаете, Порошенко и Киска. Я приехал разом с президентом Словаччины Андреем Киской открывать символичную дверь. В Ужгороде, когда мы открывали разом с моим другом президентом Словаччины Андреем Кискою символичную дверь до Евросоюза, то кажут, да для чего нам той безвиз? Я на Закарпатті відкрив символичную дверь в Европу. И с того боку меня чекал президент Словаччины. Тоди казали, да подождите, ну никто же не поедет. Тоди до меня подходили и сказали, пан президент, ну безвиз никому же не потребен. Кто им сможет користоваться? Ну, десятимиллионный паспорт получен. Но приблизно два месяца тому выданный десятимиллионный біометричный паспорт гражданину Украины. Нещодавно, там, нещодавно, уже четыре месяца тому мы святкували десятимиллионный паспорт, отриманный украинцем. А нещодавно я мав величезную радость вручити десятимиллионный паспорт біометричный. И тут очень интересная тема. Вы помните, я вам рассказывал, для чего они хотят сейчас строить аэропорты. Я так понимаю, чтобы особо не дергались, там, Амеляну немножечко за кокенаки подержали, да, он там поистерил, но сейчас уже ходит, улыбается, подмахивает, подлизывает и все как надо. Что надо? Выделяются деньги на строительство аэропорта в абсолютно каком-то глупом месте, ну, странном месте. Странном месте. И есть предположения такие, что денежки пойдут на предвыборную Петра Алексеевича Порошенко как раз-таки. Вот, про Днепр. Так или нет? Нужен Днепр аэропорт. И нужно нам, чтобы... Почему только в Борисполе, в Львове срастает перевезение? Почему не в Днепре? Ну, денег же много не бывает, особенно, когда у тебя предвыборная, когда ты пролетаешь мимо кассы. Поэтому я вам напомню. Но сегодня мы поговорили, может, и Хмельницкий, будьемництво Хмельницкого аэропорта нужно поддерживать? А здесь тоже нужно летать. Давай все села застрой аэропортами. Давай, давай. Главное, они есть на бумаге, и под них выделяются средства. Про английский язык. Но понимать, почему мы учили английский и другие иноземные языки, было не понимать, потому что была залезная завязка. И никуда мы не могли поехать. И тогда никто не мог понять, а почему вы учите английский язык, если есть залезная завязка. Вы никогда не поедете. Ну, а теперь к студентам. Что они могут слушать? Могут слушать лекции и в Ельском университете, еще там, там, там. Вот, ну, не должно, так, я думаю, общаться с студентами, которые учатся в украинских вузах, таких, каких они есть, да? Потому что его дети учатся там, где дают знания, за границей. И этим он четко демонстрирует свое отношение к образованию в Украине. Четко. Но, изучивши мову, вы можете слушать лекции Стэнфорда, Еля, Оксфорда, Кембриджа, Массачусетского технологического института. Нещодавно, когда я был в Стамбуле, Стамбульский университет решил присвоить мне звание по честному доктору. Ой, ну как тут не напомнить? Типа между делом. Так само, как и нещодавно, когда я отримал звание по честному доктору Стамбульского университета. Ну и, конечно же, модифицированная история про резервистов, у него постоянно она звучит в разных интерпретациях. Искаржице, президент, вы выделили на той войскомат 30, квоту 30, а нас уже пришло 165. И это несправедливо. Символ, как в Одесской области, в Тарутинском районе, в войскомате, дали 30 мест на то, чтобы набрати резерв в первую очередь на вишкл и навчанья. Пришло 165. Каже, пане президент, мы с этим мириться не будем. Я думаю, ну господи, вот тут же прошло. Мы из Одесской области приехали до войскомата. План дали на навчание резервы. Лише 30. Нас прибуло 165. И тут смотрите, если ты вещаешь как сумасшедший, будь готов к тому, что тебя будут слушать соответствующие люди. Дело в том, что в Днепре что-то у них пошло не так, и поэтому были допущены в зал люди не отобранные. И вот человек говорит, мол, моя дочка там в пластунах, она с вами фотографировалась. Мы с вами 14 листопада открывали пластовый центр под Киевом. Ось вы сфотографировались с моей донькой. Ось вот тут они есть. И вчера было 6 лет. Она фантастична. Смотрите, какая фантастична донька. Я бы сам посмотрел фантастическое. Всегда интересные фантастические люди. Но оказывается, что мужчина решил говорить по-украински. Раньше говорил по-русски. Поэтому теперь у него решили отнять дочь. Инопланетяне, я надеюсь. Судя по лицу Порошенко, он начинает понимать, что происходит. Но, блин, что теперь делать? Вопрос же задается. Прямо в сенсе этого слова. Причем прямо вказую, что за украинскую мову и хочет повернуть ее назад в украинский свит. Користуючись послугами опекунской ради, суду и так далее. В украинский свит? В российский. В русский мир, мое ценное. Ну все, Порошенко говорит. Я не верю в это. А я верю вполне. Ну что, по-украински начал говорить. Дочь сразу забирают. Ее садят потом в специальную русомешалку. И вот крутят, обрабатывают. И она выходит оттуда уже в кокошнике. И я может... У меня диды и аудиофакты. Почекайте. Почекайте. Вы же великий молодец. Начинаются вопросы какие-то, ну не очень. Ему не нравятся эти вопросы, потому что там количество бюджетных мест почему-то на юристов больше, чем на геолога и все такое прочее. Треба збільшити. Я перепрошу, я вас перепрошу. Зараз я закиную. Не-не-не, вы меня не перепрошу. Скажемо, на специальность права, на специальность права, кількість бюджетных мест в десятки разів більша. В десятки. Попыт більший, но я це не підриваю. Попыт більший. Подивиться. Тогда Порошенко решает просто слинять. Как он решает слинять? Ну у него один способ. Хороший, испытанный. Ярослав, подними руку. От ми всі друзі, оце стоїть ворог. Це керівник служби мого протоколу. Якщо ви помітили, він третий раз підходить сюди і показує. І це єдина людина, яка може мені показувати в житті. Бо нас чекають на наступні зустрічі. Тут сьогодні серед вас. У нас є один ворог. Оце хлопец стоїть. Підними руку. Ближче підніми, нехай тебе бачить. Оце керівник протоколу, який мені показує, що ми маємо закінчувати. Він це показує останні десять хвилин. Ні, два ворога. Один – це Росія. Ми про неї сьогодні говорити не будемо. І інший набагато менший. Але такий вредний. Це підніми руку. Оце керівник мого протоколу. Він ходить вже десять хвилин і показує мені, пане президенте, треба їхати. Він тут сидіти, ждіть пришествия Євросоюзу, НАТО і прочих ништяков. А я пошел. У мене дела. Слухайте, я тоже, наверное, пошел. У мене тоже, наверное, дела. Але якщо б я к вам относился так, як він относиться к своїм патологічнім потенціальним избирателям, то, ну, наверное, ви б мене просто возненавидели. А за нього даже кто-то проголосує. Ну, 5%-то він как-то набирається ровно. Подписуйся, щоб нічого не пропустить. Пока! Як остаточний прощавай Радянському Союзу і Російській імперії. Як остаточний прощавай Радянській і Російській імперії. Як остаточний прощавай Російській імперії. Субтитры создавал DimaTorzok